Ну и в общем-то, всем привет, друзья! С вами Лаймстоун, и сегодня у нас очередной обзор мода. Ну что ж, поехали! Сегодняшний мод называется достаточно странно. По крайней мере, у меня в модах он отображается следующим названием. Wing, Horse and Hoof the Ultimate. И, как вы уже могли заметить, этот мод добавляет к нам в игру достаточно интересных новых созданий. Да, но здесь они представлены не все. Здесь у нас... Я собрал существ, которые нам понадобятся позже, где-то к концу обзора. А пока что мы залезем вот в этот сундук и будем смотреть, что же в нем. Но перед тем, как мы туда залезем, сразу скажу, что, возможно, похожие моды на всяких там единорогов и пегасов вы уже видели, но этот мод, ну, я не знаю, он, мне кажется, самый лучший из всех, потому что в нем очень много интересных, классных не только животных, но и всяких прикольных штучек, которые, по идее, должны вам понравиться. Поэтому не спешите переключаться и лучше садитесь, смотрите, и вот уже тут собираются всякие интересные животные. Но на них мы посмотрим чуть попозже. Итак, для начала залезем в этот сундук и начнем, пожалуй, вот с этих вот предметов. Это у нас дроп с мобов, в общем-то, которые обитают в этом моде. Здесь у нас есть шкура, здесь у нас есть еще какая-то непонятная фигня и здесь у нас перо пегаса. Эти вещи абсолютно, ребят, бесполезны. Из них ничего не крафтится, они просто вам выпадают и фиг знает, зачем они нужны. Наверное, этот мод еще в альфа-версии, я практически уверен, что он еще в альфа-версии будет разрабатываться, потому что некоторые вещи здесь не до конца работают, но все равно мод очень классный. Итак, идем дальше. Воспользуемся, пожалуй, вот этими штуками. Что же это у нас такое? Это у нас пики. Вот так вот они выглядят, они достаточно классные, но у них одна проблема. Когда мы ими бьем, у них нету анимации. Однако урон они наносят и, в общем-то, это тоже неплохо. Вы можете посмотреть на урон и крафтятся они следующим образом. Все они крафтятся абсолютно одинаково и дальше их можно апгрейдить. Мы можем прицепить к ним эмблемки. Вот такие вот интересные эмблемки, которые у нас все собраны вот в этом сундучке. Вот так вот они выглядят, но по сути они, ну, я не знаю, только для красоты и ни для чего больше. Я не нашел им никакого применения, поэтому давайте выкинем наше оружие. В принципе, с этим оружием вы можете скакать на своем боевом скакуне и разносить всем головы. Очень даже круто и интересно. Итак, теперь давайте посмотрим, пожалуй, вот на эти вот палки. Да, это своего рода магические посохи, которые добавляются в данный мод. И работают они очень даже интересно. Крафтятся следующим образом. Так, крафтятся первая палка, так, вторая и вот так вот третья. Начнем, пожалуй, с третьей. Это у нас палка, делающая молнию. Очень круто. Следующая у нас пуляет фаербол. А вот эта палка не делает ничего, ребят. Я так и не смог понять, что она делает и зачем, поэтому мы ее просто выкинем и сожжем. А вот эти палки мы еще будем использовать. И зачем же они нам понадобятся? Ну, вы, наверное, скажете, что да, выкинь ты их, они все, ты уже показал, что они делают, как крафтятся и все, как бы, оставь их в покое. Но нет, ребят, они нам еще понадобятся, потому что их можно будет использовать в качестве дополнительного, ну, скажем так, оружия на нашем скакуне. Да, мы действительно можем поставить эту палку, как будто башню на танк на нашего скакуна и использовать это оружие. Это достаточно интересно и классно выглядит, но это мы посмотрим попозже. Думаю, в конце обзора. И, кстати говоря, давайте посмотрим вот на эту странную штуку. Я уже здесь одну вырастил, но... Вот просто посмотрите, этот мод добавляет нам какие-то странные деревья. Я даже не знаю, их достаточно много видов. То есть, если мы заглянем, заглянем вот сюда... Да-да-да, вот, вот список этих всех саплингов, но они абсолютно одинаковые. Я вообще не понимаю, ребят, что происходит. Но, так или иначе, если мы вырастим эту шнягу, то у нас появится большое дерево, в центре которого будет стоять вот такая вот штука. И это тайник, ребят. Да, мы сюда можем складировать всякие интересные штуки. Все, давайте отойдем подальше. Это странное дерево с дуплом. Ну и, в общем-то, да, давайте смотреть вот в этот сундучок. Что у нас тут? Здесь у нас снаряжение для наших лошадок. Да. Итак, давайте-ка, в принципе, возьмем отсюда сразу что-нибудь. Ну, давайте я вам начну рассказывать, пожалуй. Вот это у нас, ну, как сказать, броня для башки наших коней. Вот это броня для башки наших пегасов. Это у нас подковы. Здесь у нас обычная броня на тело. И здесь у нас броня для рогов. Да, для рогов пегасов. В общем-то, именно так это и работает. Давайте посмотрим на крафты всех этих штуков. Ну, в общем-то, я вам не буду показывать все, потому что понятно, как они крафтятся. Вот так, вот так, та-та-та-та-та-та-та-та-та. И так далее. Ну, подковы крафтятся вот таким вот образом. Да. Ну, броню вы, скорее всего, уже знаете. Ну, вот, броня вот так вот выглядит. То есть, как обычная, только тут... Хотя, стоп, обычная броня же не крафтится. А, ну тогда все правильно. Да, я вам правильно показываю крафт. Вот эта броня не крафтится. Она называется Invincible. И она, типа, неразрушимая. Наверное, она самая классная. И, возможно, она еще в разработке, потому что, опять же, у нее нет крафта. Также у нас есть более интересные подковы, которые используются... Ну, как сказать, они реально используются, да. То есть, как бы вот эти подковы, это у нас просто броня. А вот эти уже обладают интересными свойствами. Но единственные подковы, у которых я нашел хоть какие-то свойства, это вот эти вот. Вот это действительно интересные подковы. И на них мы посмотрим. В общем-то, давайте возьмем сразу же какую-нибудь снарягу для нашего будущего скакуна. Давайте я возьму какой-нибудь набор. Вот это у нас что? Вот это у нас какой-то интересный рок. Но мы давайте возьмем пока что обычный. Я, честно говоря, не уверен, что он делает, поэтому давайте возьмем обычный. И теперь перейдем к мобам. А в конце мы уже снарядим нашего скакуна по полной. В принципе, можно даже для него взять заранее какую-нибудь палку. И все, давайте теперь смотреть на мобов из этого мода. Сначала мы посмотрим не на лошадей, а на существ, которые добавляются дополнительно. Я не знаю, зачем их добавили. Во-первых, это у нас зомби-миньон. И это самый обычный зомби, так сказать, рядовой зомбак, который даже горит днем. То есть, я вообще не знаю, зачем его добавили. Он просто зомби. И он скоро сгорит, и вообще непонятно. Дальше у нас есть кролик. Чтобы вы понимали, ребят, мы сейчас находимся на версии 1.7.10. Кролики появились в версии 1.8. И нам этот мод добавляет кроликов. Одинаковых. Абсолютно одинаковых кроликов шоколадного цвета. Очень странно. Ну ладно. В общем-то, давайте оставим в покое этих скучных мобов и перейдем дальше. Итак, дальше у нас уже идут, слава богу, интересные существа. Возьмем их всех. Ну, точнее, не всех, а вот эту вот четверочку. И будем рассматривать. Первый у нас это единорог. Это как обычная лошадь, только единорог. Да, у него есть рог. И, в принципе, я не буду сейчас его пытаться приручить. Он приручается как обычная лошадь. То есть мы его постепенно кормим, кормим, кормим. Потом пытаемся на него сесть. И он в конечном итоге приручается. А, стоп. У меня даже получилось его приручить с первого раза. Ну, раз пошла такая пьянка, то давайте возьмем, наверное, седло. Я говорю седло. Да что ж, у меня ничего не получается. Вот оно. И давайте залезем на нашего скакуна. И, как вы видите, инвентарь его действительно изменился. То есть мы сразу можем сюда понапихать различные интересные брони. И даже поставить нашу палку. Да, давайте сразу это и сделаем. И, в общем-то, все. Да, то есть мы снарядили нашего скакуна. Но мы снимем пока что с него эту броню. Потому что, как вы видите, тут открыты не все слоты. То есть это у нас не идеальный скакун, ребят. Поэтому, да, мы пока что его оставим. И, кстати, как я только что понял, это у нас броня на крылья, ребят. На крылья, а не на рог. Да, то есть вот это. Вот эта шняга ставится у нас конкретно на рог. Ну и вот это вот как бы тоже часть рога прикрывает. А вот эта шняга на крылья. Она уже нужна для пегасов. Вот, вот так вот у нас выглядят пегасы. У них нет рога, зато есть крылья. Реально, и это очень круто и прикольно. Давай, хавай, хавай. Вот тебя я тоже попробую приручить. Но, как вы понимаете, ребят, без креатива это опасное занятие. Всё, слава богу, можно на нём летать. И, в принципе, это выглядит очень классно, эпично, интересно. И, знаете, давайте-ка выйдем всё-таки из креатива. И я вам покажу, как на нём следует летать. Ну, мы просто бежим. И начинаем на нём прыгать. И мы взлетаем всё выше и выше. И у нас всё хорошо. Тишь, благодать, пегасы. Замечательно. И, в общем-то, вот слот для брони. Да, она поставилась вообще на крылья. Сразу и не поймёшь, надо взлететь, мне кажется. Ммм... Да, почему-то тут она не отображается. А, нет, она где-то снизу, как-то на кончиках крыльев. Вы, наверное, видите, ребят, да? Ну, и, в общем-то, давайте всё-таки её заберём. Она нам ещё понадобится. А ты иди гуляй, наверное. Да. Ну, что ж, переходим к следующим мобам. В принципе, я не буду заходить в креатив. Хотя нет, давайте зайдём, потому что надо быстренько долететь до реки. Сейчас я вам покажу вот эту вот шнягу. Она называется Гиппокамп. Вот их тут много. У меня даже где-то был прирученный, но сейчас он, видимо, слинял. А, нет, вот и он. Да, в общем-то, это Гиппокамп. И вот так вот они все выглядят. Они такие вот странные. И они предназначены для того, чтобы на них плавать. Ну, в общем-то, это своего рода морские коньки. Я только не понимаю, почему он тонет. Обычно он должен плавать. Ну, да, как-то вот таким вот образом. И, да, то есть это для морских передвижений своего рода корабль. Да. Прекрасная и замечательная вещь. Кстати, давайте посмотрим на его инвентарь. Ну, тут ничего необычного. Да, давайте слезем с него. И будем смотреть уже вот на эту странную фиговину. Да, это действительно очень странная фигня. Это гигантская лошадь. Жутко гигантская лошадь, ребят. Вы просто на это посмотрите. Она мне еще в голову клюет. Просто жесть. Ну, в общем-то, да, вот так вот выглядит эта фигня. И давайте попробуем ее тоже приручить. Посмотрим, что у нас из этого получится. Ну. Ну, приручайся, дружище. Нет? Да. Какое-то разочарование. Видимо, он не хочет приручаться. Да и, в общем-то, фиг с ним. Особо он неинтересный. Это просто гигантский конь. Кстати, сразу вам скажу, что у наших новых коняшек есть определенные дополнительные возможности. Да, скиллы которых нет у обычных лошадей. Не только, как бы, способность полета у пегасов и еще что-то вроде инвентаря. Мы можем подойти, например, к какому-нибудь животному, прыгнуть и нанесем мы ему этим действием урон. А он, кажется, прыгает и наносит урон нам. Как-то даже обидно становится. Ну, и ладно, в общем-то, фиг с этим. То есть, сразу становится понятно, что вот эти ребята вершины эволюции. А ты, лошадь, ну, ты уже как бы морально устарела. Да. Но от этих ребят мы избавимся. Пока что они нам не нужны. Мы переходим к более интересным мобам. И давайте будем их брать по одному. Ну, давайте даже по два. Да ладно, всех возьмем. Итак, берем вот этого парня. И это у нас вот такая, ребят, шняга. Да. Вельвет. Мистикл хиллер. Это, я даже не знаю, ребят, это какая-то радужная волшебная пони. Вот идеальный выбор для маленькой девочки. Во-первых, что он умеет? Он спавнит кроликов. Да. Много кроликов. Еще он ставит цветочки. И эти кролики, это вот они. Они называются Вельветс Фрэнд. Да, то есть это как бы его друзья. Боже, что? Что? Я не знаю. Зачем? Почему? Но, в общем-то, именно так работает этот мод. И, как видите, тут у нас открыты все слоты. Поэтому в этот раз мы уже можем снарядить нашу коняшку. Но нет. Мы сделаем это, как я и сказал, после того, как посмотрим всех мобов. Итак, смотрим на следующих. И здесь у нас уже более интересные существа. Здесь у нас рыцарь. Да, реально рыцарь. То есть это вот такой вот парень. Он сидит на единороге. Единороге держит в руках Ику. И он будет нас атаковать. Как не грустно, ребят, но он будет нас атаковать. Нет, погоди, дружище. Дай-ка я возьму хотя бы меч в руки. А то что-то я как-то совсем не снаряжен. Да, с тобой драться. Давай хотя бы возьму также нагрудник. Вот, все, давай. Подеремся. Ты где? У меня нагрудник, а ты на коне. Давайте-ка попробуем убить коня и посмотрим, как двигается этот парень. А двигается он, в принципе, самостоятельно. Даже без этой лошадки. Но как-то уж больно медленно. Нет, чувак, ты идешь нафиг, да. Ты со мной не справишься. И с него выпадает Пика. Кстати говоря, если бы мы убили, ну как сказать, его, оставив коня в живых, то этот конь был бы уже заранее прирученным, потому что на нем уже осталось бы седло. И мы смогли бы оседлать этого единорога, или на чем он там ездил. И использовать его в своих целях. Да, по-моему, это очень круто. Так, ну и, в принципе, давайте тогда посмотрим на следующего парня. И здесь у нас вот это. Типхон Дестройер. Это просто гигантский, гигантский конь. Опять же, у него открыты все слоты, потому что это единорога Пегаса, гигантская конь. С какой-то радужной раскраской. В общем, я не понимаю, что это за штука, но на нем тоже можно круто летать. Да. Вау, ребят, по-моему, все-таки это классный мод. Знаете, можно взять, построить какой-нибудь воздушный замок и летать туда на этом прекрасном скакуне. И все крестьяне, которые живут в вашем королевстве, в этом замке, будут вас уважать, потому что у вас есть вот это вот чудо. Да, я бы вас за это уважал, ребят, серьезно. Ну что ж, ребят, нам осталось посмотреть совсем немного мобов. Как вы видите, здесь уже один шастый. Да, это у нас Найтмейр. И это конь с горящим пуканом, ребят. Да, именно конь с горящим пуканом. Вот так вот он выглядит. Ну, в общем-то, вы уже заметили. И его тоже можно приручить и летать на нем. И все у вас будет, наверное, хорошо. Не считая того, что вы стопроцентно сгорите на нем. Потому что даже когда вы сидите на нем, просто вам наносится урон от огня, ребят. Вот, отвечаю. Просто отвечаю. И я даже не знаю, как вы будете с этим бороться. Единственное, что вам поможет, это зелье огнестойкости. Или если вы пигмен. Да, если вы пигмен, то ваша жизнь прекрасна. Вы не будете гореть на этом чуваке. Ну, а мы вернемся, пожалуй, внутрь. Да, точнее, в наш нормальный мир. И посмотрим на последнее создание. В общем-то, оно здесь уже бегает. Это Алия Бриндер оф Даун. В общем-то, какое-то тоже странное существо. Но на ней как раз можно очень здорово и очень быстро летать. И именно на этой коняшке я буду вам показывать все-все-все, что есть в этом моде в плане снаряжения коней. Кстати, она дает нам сопротивление к урону. Очень классная коняха. Просто мечта. Итак, давайте положим в ее инвентарь. В общем-то, мне мешает ноты наут-итемс. Вот так вот. Ну, мы все положим в ее инвентарь. И, в общем-то, можно включить ноты наут-итемс обратно. Итак, что же мы теперь можем? Ну, во-первых, давайте начнем с пассивных скиллов. У нас больше брони. То есть, это как бы само собой разумеется. Можно выйти из креатива, я думаю. Ну, у коня броня не отображается. Но все равно. Вы будьте уверены. У коняшки гораздо-гораздо больше брони. В принципе, я даже могу ее побить. Для того, чтобы вы в этом убедились. Но я думаю, вы мне и так верите. Так тому же, не хочется бить эту няшу. Да. Вот-вот. Я не хочу ее бить. Правда. А еще у нас есть такой классный пассивный скилл, как замораживание воды. То есть, мы можем ходить по воде и замораживать ее. Почему, спросите вы, мы так умеем. Все просто. Я надел вот эти вот замечательные подковы. Да. Именно эти подковы в этом моде работают. А все остальные как-то... Как-то не очень. Да. Я так и не понял, что делают все остальные подковы. Но вот эти действительно интересные. Я прям чувствую себя... Даже не знаю. Просто каким-то волшебником. Да. У меня есть Пегаса-единорог, который умеет замораживать воду. И это еще не все. Я вам обещал показать, как работает эта палка. И сейчас вы это увидите. Давайте войдем куда-нибудь. Куда мы пойдем-то? Давайте останемся здесь, на волшебной лужайке. И зажмем кнопочку F. О, боже мой, ребят. Вот это было круто. Блин, ребят, это круто. То есть, вы понимаете, мы просто зажимаем кнопку F, и у нас работает палка. И, кстати, эта палка еще и тратится к тому же. Я, кстати, не понимаю, почему мы стреляем очередью. То есть, обычно, когда я нажимаю на палку, мы стреляем просто так. А здесь мы стреляем очередью на нашем коне. Как будто из какого-то пулемета. Кстати, палка у нас кончилась. Да, дружище, хватило тебя максимум на 4 коротких очереди. Но все равно ты молодец. Да. Что ж, мы посмотрели на всех мобов. Мы посмотрели на все палки. И у нас осталась еще одна достаточно интересная часть этого моба. Да, господи, что это? Не-не-не-не-не, ну нафиг. Нет, ребят, я не хочу на это смотреть. Давайте лучше возьмем себе вот. Вот, у нас есть тут коняшки. Я их специально подготавливал для этих целей. Мы должны сломать забор. Хотя нет, давайте не будем ломать забор. Сейчас Пегас улетит. Вот тут мы сломаем забор. И что у нас будет происходить? Если у вас есть два приручных коня разного типа. Например, у меня есть тут единорог и Пегас. Они совершенно разные. Но вы можете их размножать. Да, для этого вам понадобятся золотые яблоки. Чпок, чпок. И давайте посмотрим, что получится. Так, так. А ну-ка разошлись. Так, так, что у нас тут? И у нас получилось Baby Magical Horse. Ребят, посмотрите на жизни единорога. Посмотрите на жизни Пегаса. И посмотрите на жизни вот этой маленькой штуковины. 73 хп, ребят. Они сделали своего ребенка просто невероятно сильным и крутым. И когда он вырастет, у вас будет просто невероятный конь, на котором вы можете летать, стрелять и делать все, что вы захотите. Просто, вот просто замечательно. И, кстати, в этом моде еще есть вот такие вот штуки, ДНК-тестеры. Ты что убиваешься? Успокойся. ДНК-тестеры, с помощью которых вы можете брать пробу ДНК и вам будут, в общем-то, показываться цепочки ДНК родителей и детей. То есть давайте возьмем также ДНК папы или мамы или кто он. Я не знаю. Ребят, но как вы видите, они отличаются. А у ребенка, по идее, должна быть какая-то сумма их ДНК. Ну, в общем, вы можете на это посмотреть. То есть, да, тут как-то Ашечки с Бшечками, Ушечки. В общем, я не знаю, как-то это работает и слава богу. Но мне кажется, это тоже реализовано не очень хорошо, потому что, в принципе, эти штуки мы можем использовать только для того, чтобы тестить ДНК. И как бы, ну, не знаю, это не очень полезно. Единственное, что вы можете просто посмотреть, что это за существо, если вы реально разберетесь в том, что означает У, А, Б и все такое. Ну, а на этом, пожалуй, обзор стоит закончить, потому что, в принципе, я показал вам все. В этом, конечно, стоит убедиться. Да, ребят, да. Скорее всего, я показал вам все. То есть, больше в этом моде ничего нет. Но он сам по себе очень классный и интересный. Поэтому я вам говорю, ставьте лайки, зовите друзей и оставляйте комментарии. А также не забудьте подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр. С вами был Лаймстоун. Всем удачи и пока-пока-пока.